всем здравствуйте вы на канале вязаные истории меня зовут юлия и мы сегодня с вами вяжем эти замечательных львят это видео уже вторая часть по вязанию первая часть у нас идет основная мы вяжем одинаковое туловище для всей серии вся серия собачки тигрята котята и 4 это эти львята если вы уже связали туловище то в этой части вяжем голову ушки хвостик оформляем всю мордочку вывязываем гриву рост этих львят у меня получился высоту 17 сантиметров и расстояние от одной лапки до 2 у меня получается 11 сантиметров они маленькие если вы вяжете плотненько то пряжа у меня уходит около половины моточка пряжу я использую yarnart dolce или гималая dolphin baby смотря что у вас есть 100 грамм 120 метров крючок использую 4 миллиметра глазки у меня 14 миллиметров носит примерно 1 из 7 в самой части на 1 и 4 сантиметра наполнитель ножницы и глаз большим ушком если какие-то вопросы у вас возникают в процессе вязания спрашивайте об этом в комментариях я вам постараюсь ответить и помочь всем приятного вязания начинаем вязать голову с молочного цвета набираем кольцо амигуруми и вы это кольцо провязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 затягиваем колечко ставим маркер и продолжаем вязать дальше следующий ряд у нас идет 2 провязываем 6 прибавок в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по два столбика и в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида провязали следующий третий ряд провязываем 3 столбика 1 2 2 3 дальше подряд провязываем 3 прибавки 1 2 2 и 3 также провязываем еще один раз 3 столбика 1 2 3 и вяжем подряд 3 прибавки 1 2 2 2 и вяжем подряд 3 прибавки 1 2 и вяжем подряд 3 столбика 1 2 2 2 3 вяжем 1 столбик прибавка 3 раза 1 столбик прибавка 2 1 столбик прибавка 2 1 столбик прибавка и третий раз столбик прибавка повторяем то же самое второй раз провязываем 3 столбика 1 2 3 и провязываем 1 столбик прибавка 3 раза 1 прибавка 2 2 прибавка и 3 столбик прибавка следующий пятый ряд нам нужно сделать убавки в тех местах где делали прибавки сейчас у нас получилось с вами 24 столбика вяжем 5 ряд провязываем 3 столбика без накида 1 2 2 3 теперь вяжем 1 столбик прибавка 3 раза 2 столбик убавка и 3 убавка вяжем 3 столбик прибавка 2 3 и снова провязываем 1 столбик убавка 3 раза 1 2 1 1 и третий раз 3 убавку я не довязываю до конца вытягиваю ниточку и оставляю две петли на крючке белую обрезаем и и присоединяем нить основного цвета получается довязываем убавку уже ниточкой желтенького цвета закончили вязать мордочку теперь уже продолжаем дальше вязать голову следующий ряд 6 провяжите 18 столбиков без накида сразу же ввязывая оставшиеся хвостики хотите их можно завязать на узелочек но я обязываю и они потом никуда не вылазит не распускаются это уже много раз проверено и так получается оставляете эти ниточки между внутри столбика довязываем так ряд до конца 18 столбиков провязали следующий ряд 7 мы провязываем 6 столбиков далее провязываем подряд 6 прибавок 1 2 3 4 5 и 6 прибавка далее вяжем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков 1 2 3 4 5 и 6 получилось на 24 столбика следующий ряд вяжем 8 также провязываем начале 6 столбиков без накида и теперь на тех местах где у нас было 6 прибавок мы провязываем 1 столбик прибавка 6 раз провязали далее довязываем оставшиеся 6 столбиков до конца ряда и в итоге у нас должно получиться в этом ряду 30 столбиков без накида следующий ряд вяжем 9 провязываем также в начале 6 столбиков следующий ряд вяжем 9 провязываем также в начале 6 столбиков мы провязываем 2 столбика без накида прибавка мы провязываем 2 столбика без накида прибавка также 6 раз первый столбик 2 прямо довязываем оставшиеся 6 столбиков без накида до конца ряда и в итоге у нас получается в этом ряду 36 столбиков без накида такая получилась деталь дальше с 10 по 13 это всего получается 4 ряда провяжите по 36 столбиков без накида довязали 4 ряда и дальше давайте установим безопасные глазки у меня они размером 14 миллиметров и устанавливаю я их между вторым и третьим рядом основного цвета у меня это вот желтенький первый второй ряд между вторым и третьим и дальше расстояние между глазками я считаю во втором ряду у меня это 4 прибавки если посчитать в третьем ряду который основного цвета то 1 2 3 4 5 6 7 три прибавки там и по одному столбику без накида так вяжем дальше следующий ряд у нас уже идет 14 и теперь ряды у нас идут уже на убавление провязываем в четырнадцатом ряду 4 столбика 1 2 3 4 и вяжем убавку довязываем так до конца ряда получается еще пять раз 4 столбика убавка и у нас должно получиться 30 столбиков в ряду провязали следующий ряд вяжем пятнадцатый вяжем первый столбик второй третий и провязываем убавку повторяем так до конца ряда и в итоге у нас получится 24 столбика без накида провязываем следующий ряд 16 мы провязываем первый столбик второй и вяжем убавку также повторяем до конца ряда и в итоге у нас остается 18 столбиков в ряду после этого ряда можно полностью уже наполнить голову и дальше самостоятельно провяжите 17 ряд один столбик убавка 6 раз получится у вас 12 столбиков и последний 18 ряд провяжите 6 убавочек дальше мы с вами вместе закроем оставшееся маленькое отверстие довязали 18 ряд делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем чуть подлиннее дальше вытягиваем ее и дальше с помощью иголочки с большим ушком мы будем закрывать получившееся отверстие получается вводим иголочку с наружной стороны во внутреннюю захватывая переднюю полупетельку и сразу же стягивая немножко отверстие так же делаем со вторым столбиком с третьим четвертым сразу подтягивайте ниточку пятый и шестой столбик у нас было шесть убавочек всего и еще я захватываю первый заново получается уже второй раз далее вводим иголочку в серединку и выводим внизу головы примерно где у нас будет шея подтягиваем вот что у нас получилось у меня здесь не хватило пряжи нужного мне цвета пришлось добавлять немножко другой не обращайте на это внимание так дальше теперь мы здесь завязываем узелочек там где шейка то есть его не будет видно подтягиваем и теперь выводим иголочку через наполнитель на другую сторону головы все ниточку можно обрезать голова готова нам остается ее только оформлять но перед тем как оформлять давайте мы свяжем ушки и хвостик хвостик я вязать на камеру не буду потому что он маленький и вязать его очень неудобно будет и вам непонятно и мне некомфортно поэтому хвостик текстовая схема у вас на экране посмотрите свяжите в конце вязания складываем деталь пополам провязываем 3 столбика вместе и после уже вместе мы этот хвостик пришьем вот эти кудряшки мы уже потом будем отдельно делать вывязывать их будем уже на готовом хвостике так хвостик провязали теперь давайте мы с вами свяжем ушки начинаем вязать ушко с кольца амигуруми делаем 2 воздушные петли и в это кольцо теперь мы провязываем 6 полустолбиков с накидом 1 2 3 4 5 и 6 полустолбик кольцом и вкруг не замыкаем а просто стягиваем набираем одну воздушную петлю вязание разворачивать теперь по второй стороне мы провязываем 6 столбиков без накида если хотите что пушка была побольше можно связать его полустолбиками я же вяжу столбиками без накида 1 2 3 4 5 5 и 6 столбик снова воздушная петля вязание разворачиваем и вяжем третий ряд 1 столбик прибавка прибавка второй раз вяжем один столбик прибавка и третий раз вяжем один столбик прибавка воздушная петля воздушная петля ниточку вытягиваем подлиннее если собираетесь пришивать ей же чтобы хватило ее ушки неровная форма снизу но я их и пришиваю вот так же по кругам вяжем так же второе все части связали теперь давайте пришьем ушко булавочками размечаем места где оно будет располагаться от глазика вверх я отсчитываю 4 ряда и краешки у меня начинаются на этом уровне а серединку ушка я убираю назад примерно на 2 ряда дальше и вот таким образом по кругам я его пришиваю получается захватываем петельку на голове дальше захватываем часть от ушка переходим дальше пришивая полукругом захватывая поочередно петли на голове и на ушке вот этот хвостик я оставляю потом покажу вам что я с ним буду делать так так вот все теперь это все выводим ниточку куда-нибудь между столбиков вот такая ложка получилось пришиваем точно так же второе и теперь показываю как спрятать хвостики 1 хвостик мы вывели дальше в это же отверстие выводим оставшийся хвостик завязываем их на узелочек и прячем внутри головы пришиваем точно также второе ушко ушки пришили сейчас не погодить то что они так большевато смотрится на фоне головы просто потом когда мы сделаем кудряшки ушки будут заметны чем например изначально сделать их маленькими они потом потеряются кудряшка начинаем делать утяжку для этого берем по ухлопковую ниточку у меня yarnart джинс белого цвета или цвета мордочки так вводим иголочку между вторым и третьим рядом основного цвета у нас здесь идет внизу две точки из которых будет выводиться утяжка между ними будет один столбик этот один столбик должен быть посередине игрушки вводим иголочку оставляем длинный хвостик внизу выводим с внешней стороны глаза в нижней части так вытянули хвостик оставили дальше вводим иголочку уже во внутреннюю сторону глаза и выводим в эту же первоначальную точку там где остался хвостик дальше отступаем один столбик этот который посередине у нас вводим иголочку выводим со второго глазика с внешней стороны и вводим иголочку с внутренней стороны глаза выводим в точку нижнюю вот между у меня нас как раз один столбик вывели все хорошенечко подтягивая глазки посадили глубже теперь завязываем пару узелочков снизу чтобы закрепить этот эффект утяжки глаз и переходим к мордочке нам нужно найти середину и именно посередине мордочки проложить ниточку вверх примерно между вторым и третьим рядом вводим обратно назад и утягиваем утягиваем хорошенько эту утяжку я делаю уже несколько раз все одинаково точно так же прокладываю ниточку и каждый раз подтягиваю посильнее но будьте аккуратнее если делаете это ниточка и джинсов она рвется если очень сильно потянуть ну вот таким образом утягиваем мордочку дальше если у вас еще длина ниточки позволяет то переходим к глазу внизу и прошиваем белочки то есть обхватываем глаз одну внешнюю часть беленьким цветом этот не обязательно делать но придает какую-то такую яркость глазу выводим вниз все теперь эти ниточки мы завязываем на узелочек который был первоначальный хвостик и сейчас ниточку и выводим через наполнитель с другой стороны головы первую и то же самое делаем со второй вторым хвостиком все ниточки этим можно обрезать теперь на место утяжки я приклеиваю носик получается между первым здесь у меня остается один ряд и на расстоянии двух или трех рядов носик приклеиваете носик дальше мы вышьем бровки и реснички я носик наверно приклею попозже потому что надо будет время чтобы он приклеился мне нужно вам показать что делать дальше вышиваю я реснички и бровки ниточкой хлопковая это у меня пеликан в два сложения отступаем где-нибудь внизу головы между столбиком вводим иголочку и выводим сбоку первого глаза сильно большую ресничку я не делать так как это у меня мальчик раз то же самое делаю со второй стороны и вывожу вверх на два ряда выше на расстоянии примерно двух-трех столбиков мы сейчас будем делать бровки получается захватом раз-два-три давайте сделаем и выводим иголочку на противоположную сторону здесь тоже так же потом раз два три столбика ниточку выводим теперь серединку мордочки там где мы делали утяжку и нам нужно проложить вот такую ниточку посередине к носику вот так представим что носик у меня уже приклеен ребенок наш уже почти готов основная его часть эти хвостики мы завязываем на узелочек ниточку необходимо вывести именно в то же место где оставался первоначальный хвостик чтобы потом когда мы их свяжем можно было легко их вместе убрать внутрь игрушки все мордочка у нас готова теперь нам нужно с вами пришить хвостик к туловищу и мордочку голове после чего уже начнем делать гриф хвостик я располагаю в самой высокой части это по моему здесь сейчас сложно посчитать но по-моему это между 14 и 15 рядом вот здесь он располагается ровно посередине между ножек прошиваем захватывая столбик на туловище и захватываем петельку на хвостик снова столбик на туловище снова столбик на туловище на хвостике мне кажется самое легкое это пришивание хвостик решили вводим иголочку в шею дальше в шее я обхватываю наполнитель делаю узелочек и после этого провожу иголочку также через наполнитель куда-нибудь вниз туловище все с этим справились хвостик пришит так пришиваем голову я всегда использую две спицы тоненькие примерно 2 миллиметра у меня располагаем вот здесь у нас на голове с вами получилась ямочка когда делали утяжку эту ямочку мы ставим вот так в шею таким образом голова будет немножко наклонена вперед ямочку нашли выравниваем хорошо чтобы голова была ровная и вставляем спицы ставим их не ровно а наискос получается первая спица у меня уходит в одну сторону вторая в другую проводим спицу через голову через шею в туловище вот так смотрите видите у меня вот одна спица вот здесь наискос и это вот она крест на крест получается стоит спицы так находим положение ровненько и голову закрепили теперь она хорошо держится никуда не убежит во время пришивания и можно спокойно пришивать голову к туловище пришиваю я захватываю петельку на голове той же ниточкой что и вязала игрушку и захватываем столбик обхватываем последний столбик на туловище снова петельку на голове и обхватываем столбик на туловище таким образом дошиваем по кругу в конце когда уже останется примерно 5 столбиков 6 добавьте хорошенько наполнитель в шею чтобы она была плотная и голова не болталась пришили голову у нас остался хвостик прям между где пришивали голову и шею вводим иголочку завязываем такой маленький узелочек незаметный хорошенько подтягиваем и теперь эту иголочку вводим через наполнитель куда-нибудь можно в голову гриву я делаю с помощью крючка берем нужного цвета ниточку вводим крючок получается у нас между бровкой ушком один ряд вот как раз по этому ряду начинаем прошивать гриву захватываем ниточку хвостик пока оставляем вяжем воздушную петлю ниточку вытянули старайтесь вытягивать одинаковую длину все ее так оставили переходим к следующему столбику захватываем ниточку воздушную петлю и вытягиваем оставили следующую петлю также захватываем вытягиваем ниточку воздушная петля вытягиваем оставляем снова в следующую петлю вводим крючок вытягиваем провязываем воздушную петлю и ниточку вытягиваем оставляем и так делаем по всей голове можно предварительно булавочками отметить места где будет проходить грива чтобы не уйти куда-нибудь на часть мордочки не захватить лишнего вот главное стараться чтобы эти вытянутые петли были одинаковые длины потому что даже раньше я думала что это не особо важно но связала вот этого львенка и видите есть некоторые такие кудряшки которые выбиваются из общего вида и это смотрится уже не очень красиво например вот эта кудряшка на прям вот так и хочется ее взять и чуть-чуть укоротить но уже в готовом варианте это невозможно поэтому нужно стараться сразу же делать все одинаковой длины хоть это и очень сложно надеюсь принцип вам понятен вытянули петельку оставили снова воздушную петлю сделали вот воздушная петля петельку вытянули дальше снова воздушная петля петельку вытянули проходим так до нижней части вдоль ушка внизу также проходим и возвращаемся к первой дальше обходим ушко и по кругу в общем все время по кругу проходим проходим до центра вот этот хвостик потом можно когда в центре у нас останется хвостик когда вы уже все сделаете все последнюю сделаете соединительную петлю ниточку вытяните и у вас останется хвостик с помощью иголочки можно хвостик вернуть к вот этому хвостику и связать их вместе на узелочек потом еще раз куда-нибудь провести и отрезать то есть таким образом закрепить все эти хвостики доделываем грил ну что ж я вас поздравляю наш леночек готов мы его полностью связали оформили и вот такой он чудесный миленький получился спасибо за то что вязали вместе со мной переходите на другие мои мастер-классы смотрите уверенно вас заинтересует еще какая-нибудь игрушка всем всего наилучшего и до новых встреч